Субтитры делал DimaTorzok Поэтому, когда Марк, мой сын, когда он родился, я уехала отсюда И с тех пор ни разу не пожалела, ни разу не заскучала И каждый раз, когда здесь бываю, только лишний раз убеждаюсь, что правильно, что нахрен отсюда уехала Нет, если бы я тут служила в театре, это единственное, что меня бы, может, здесь бы задерживало Только служба в хорошем театре Но это не съемка в кино, потому что здесь можно только самой снимать кино, которое бы нравилось Здесь такого кино не снимают Модельная карьера здесь невозможна, потому что здесь только проститутки Или женщины, которые выглядят как проститутки В принципе, практически как и по всему миру Но, например, в Америке можно быть альтернативной моделью и зарабатывать нормально В Европе, в принципе, тоже можно... Есть разные клубы, где можно фриковать Я вот панк-актриса У меня, например, панк-шоу свое Вот, поэтому у меня есть своя программа, с которой я, в общем, понравлюсь, выступаю Не понравлюсь, не выступаю Все равно жизнь бродяги – это интереснее, чем жизнь другая Для меня вообще неприемлемо заниматься Вот с тех пор, как я в ГОА занимаюсь производством собственной одежды И еще начала с того года выступать Для меня вообще неприемлемо делать что-то другое И более того, мне это неприятно И когда родился, ну, вот эта вот эстетика гламура, вот этого вот, пафоса, вот этого вот Я это не люблю А в России только так Потому что иначе у тебя нет маникюра У меня, кстати, его нет У меня вот все как... Потому что я посуду мою Ёпта На Трафальгарской площади в течение одной минуты из громадных колонок Крис Либератор и там организаторы этой техно-синдиката Stay Up For Ever, который мне очень нравится Одну минуту, пока не подъехала полиция Тысяча человек или там сто с чем-то или несколько сотен Короче, как у Кремля, считай Хреначили эйсит техно Понимаешь? Вот это вот, я понимаю И никого не посадили Просто разогнали и все сказали Джентльмены, не разойдитесь Понимаешь? Вот это я понимаю Свобода Вот это вот Почва для творчества Для того, чтобы... А у нас, понимаешь, не сквотов нормальных Никакого движения для бедных художников Слава Богу, вроде эту... Как его... Усадьбу-то Гуслицу хоть Не экспроприировали В пользу государства Хотя бы это Удалось Отстоять Короче, меня очень много не устраивает Приличная страна В Грузии становится У них там легализовали Дудку Можно выращивать Теперь И курицами То есть Не то, что кофешопы Как в Амстердаме Но хоть что-то Первая страна Постсоветскому пространству Которая это сделала Молодцы! Молодцы! Грузины Вот Я вот сейчас Встану И гимн спою Молодцы! Вот так Короче, это Классная страна Вообще Грузия Молодцы! Винария Чайтания Такой Один из тех Как раз Очень интеллигентных И Невообразимо Образованных Людей С которым Наверное Это мой гуру Да, вроде того Я против того Чтобы В Индии И где бы то ни было Искать Каких-то там Гуру Конечно Многим Это помогает Но Чаще всего Эти люди Оказываются Оболваненными Это просто Умный человек С которым Мы можем Долго-долго Говорить И я ему Задаю вопросы И получаю Очень честные Ответы Без какого-то Необходимости Его благодарить Ставить его Портрет Там Целовать ему Ноги И все такое Ну У меня Ребенок Если бы у меня Не было Ребенком Может быть Бо я И тоже Была Совсем Другая Когда у тебя Ребенок Я Собственно За этим Его и Завела Мне всегда Хотелось Понять Что Это Такое Когда у тебя Будут Свои Дети Ты Поймешь Нас Да Я Во многом Поняла Когда у меня Появился Свой Ребенок И прежде Всего Я Вообще Самое Главное Что со мной Произошло Когда Появился Ребенок Это Я Я Всегда Не любила Ложи Лицемерия И Неискренности Вот как Ты С Каких Оттенков Ты К этому Не Не Назови Это Но Когда Появился Ребенок Я Просто С Отвращением Стала Я Перестала Вообще Это Терпеть То есть Например Я Могла Бы Работать В Месте Где Мне Не Нравится Ради Денег А Сейчас Уже Не Буду Раньше Я Могла Тоже Тусить И Ни О чем Не Думать И В общем Не Брезгала Никакими Наркотиками Практически Не Всеми Конечно Намного Шире Был Круг Предпочтений Но Че Мне Был Лет 21 Че Я Тусила Открывала Собственно Этот Мир Но Когда Забеременела Все 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 Закончилось И То Чему Я Научилась Это Жертвовать Собой Своими Удовольствиями Тусовками Ради Вот Этого Вот Меня Так Штырила Во Время Беременности Просто От Жизни И От Того Что Я Люблю Этого Малыша И Что Я Буду Мамой И Будет Малыш И Будет Малыш Будет Сажать И Так И Стала Я Его Корниру До Трех Лет Это Было Счастье Если Еще Папаша Был Адекватный Я Быв Вообще Кайфовала От Процесса А так Все Превратилось В Страдание Муку Слезы Но Благодаря Тому Что Я Уехала В Гуа Жить Я Осталась Счастливой И Нашла Путь К Себе Нашла Занятие Вот Начала Шить Малыш У Меня Сейчас Ему Девять А В Два С Половиной Он Пошел В Детский Садик Уже Семь Лет Шесть С Половиной Детский Садик И Я Его На Четыре Часа Впервые Отдала За Два С Половиной Года И Уже Не Не Работала Уже Была Домохозяйка И Тут У меня Появилось Свободное Время И Голи Вот Этого Вместо Того Чтобы Начать Тусить По Жесткому Я Стала Шить Вот А потом Уже И стала Выступать И Заниматься Творчеством И Быть Цельным Человеком Я За Цельность Я За Творчество И Своему Сыну Показывает Такой Примеры Творчество Творчество